В этой куче мусора под срубленными ветками рябины другим сушняком можно рассмотреть деревянные ящики, остатки мониторов и даже старый диван. А вот основой для этой кучи, которая снежным комом испортила лето, стали неубранные еще по весне мусорные мешки, наполненные сухой листвой. И вроде бы управляющая компания провела весеннюю уборку как надо, собрали старые листья и мусор, но вот вывести это все нужным не сочли. Вторая подобная куча из мешков мусора, оставленных после субботника, включила зеленый свет для окрестных магазинов и нерадивых жителей, которые в наглую скидывают бытовые отходы прямо вот здесь, напротив подъезда. Потом уже люди, местные жители стали сюда приносить свои мешки с мусором, мебель старую уже, диваны, деревья спиленные сваливают, ну и так далее. Да, с окрестности, то есть все три дома уже носят сюда мусор к нам. Также около первого подъезда у нас образовалась еще одна куча. Там с магазина из Мирпродуктов тоже, из Магнита приносят мусор. Галактика там я видела пузырьки, валяется мешок. Из угла тоже все свалили к нам. Неоднократное обращение жильцов в управляйку, к сожалению, как мы видим, безрезультатны. Мы неоднократно жаловались в ЖЭО номер 16. Конкретно я разговаривала с мастером, с Бабкиной Татьяной Николаевной по поводу этой кучи. Она приходила, осматривала ее. Сначала они решали, чья это конкретно свалка, кто будет ее убирать. Сказал, что будет связываться с префектурой. С тех пор прошло уже более двух месяцев. Тем временем все эти мусорные терриконы растут. Конечно, не без помощи непонимающих последствий жителей окрестных домов. Вот уже четыре месяца. Сейчас туда уже складывается не только вот эти ветки и все, что собирается дворниками, но и бытовой мусор. Оттуда уже маленькие крысята вылезают в вечернее время. Это я сама видела. А у жильцов все больше вопросов. Например, куда уходят их деньги, которые они исправно платят за содержание жилья? Почему их подъезды грязные, несмотря на то, что они оплачивают через управляюку трудуборщицы? И где числящийся в их дворе штатный дворник Люба, которую они никогда не встречали, но много слышали о ней от сотрудников ЖЭО-16? Во-первых, у нас нет постоянного дворника. Хотя управляющая компания говорит, что у нас есть дворник, а зовут ее Люба. Очень хочется познакомиться с ней, потому как мы видим только людей, дворников мужского пола, которые быстренько здесь соберут кое-что и положат опять вот в ту свалочку. Передадим перед планеркой по поводу... А так у вас обращений не было разве? С мая просто мы многие писали, звонили. Нет, не было. Последний раз влажную уборку у нас делали, значит, это в начале 2019 года, когда объявили эпидемию. Одним ведром помазали все это. После этого постоянной убойщицы у нас тоже нет, не видели. Сегодня, правда, пришла, подмела, но чистоту и качество этой уборки можно увидеть у нас на стенах. Прямо вот такие грязные разводы на этих стенках остаются. И паутина висит, потому что постоянная пыль, и паутина висит прям узорами. Не повезло этому дому и с капремонтом. Проведенный в этом году, он тоже вызывает массу недоумений. Кстати, именно на этих домах во время капремонта в мае этого года закрасили мозаику советских времен, что наделало немало шума в социальных сетях. Испортили не только внешнюю эстетику, не говоря уж про историческую ценность, но, по сути, провалили работу предметно. Нам установили дверь. Дверь была хорошая, из добротной стали, которая плотно прикрывалась. Сейчас заменили дверь. Значит, между косяком и дверью примерно сантиметр просвет на улицу. Когда начнется вот холодное время года, оттуда испарение из подвала пойдет. У нас с подъезда тепло, с улицы холод, будет большая наледь, дверь закрываться не будет. И поставили дверь так, что не на прежнее место, а на расстоянии от пяти сантиметров. Теперь у нас свободно можно просунуть руку между подвальным помещением и подъездом. Во время капитального ремонта у нас было четыре ступеньки. Они убрали лишнее, они такие были все перекошенные, они убрали эту лишнюю ступеньку, и я не знаю, чем они мотивировались, и засыпали у нас вот этим бетоном. Он уже сейчас сыпется, вот эта дорожка, после зимы она вообще вся. Окно, окна нам поменяли, хорошие окна, но качество остается желать лучшего. Да, там заштукатурили, но щель торчит прямо вместе с пеной. Конечно, некоторые жители сами ведут себя недобросовестно, скажем, бездумно наполняя мусорную кучу или вот так паркуя машины на непредназначенном для этого участке. Но это на их совести. А вот в фонд капитального ремонта и в управляющую компанию жильцы ежемесячно отчисляют суммы, освоение которых вызывает большие вопросы. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова